Александр Юрьевич, в очередной раз приветствую вас в Минске. Хочу подчеркнуть, что особенность наших встреч всегда является эффективность. Все, о чем мы договариваемся, реализовывается, как бы трудно нам не было. Это самое главное, к чему мы стремимся. Мы когда-то мечтали о миллиарде долларов товарооборота. В этом году все наши специалисты уверены в том, что мы преодолеем этот рубеж. И думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о двух миллиардах. Потоки должны быть, мы найдем такие варианты. Тем более, будет и возможность серьезной для того, чтобы этот товарооборот увеличить. У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись, наконец-то, восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать, наверное, раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более, мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе и в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж следующей пятилетки точно. Главное, наша цель – идти вперед вместе, наращивая промышленный, научный потенциал, и самое главное – укреплять технологический суверенитет, о котором так много сегодня говорим. Северное направление, повторяю, для нас является ключевым. Мы многое в этом направлении планируем сделать, обязательно это реализуем. Думаю, что с вашей помощью и поддержкой. С другой стороны, с Ленинградской области у нас всегда шел живой диалог. Есть много новых интересных проектов и идей. А традиционные направления сотрудничества буквально за год проросли целым рядом перспективных направлений. Во-первых, газификация. Мы знаем, что в Ленинградской области планируется строительство новых котельных, работающих на природном газе. Наша тема. Если такая будет необходимость, мы готовы подключиться к этому, я прямо скажу, глобальному проекту в Ленинградской области. И мы можем не только поставлять соответствующее оборудование, строить котельные, но и прокладывать магистральные газопроводы, и подключать к домовладениям их. Второе. Развитие инфраструктуры. Как мне докладывают, вы, выстраивая централизованное управление, реформируете систему этих предприятий, которые обеспечивают строительство и содержание автомобильных дорог. От техники до опыта, который мы накопили, мы в вашем распоряжении. Третье. Инвестиционные проекты. Белорусские компании заинтересованы принять участие в крупных инвестиционных проектах. Это касается, прежде всего, строительных услуг и поставок строительных материалов. Еще один пример нашего успешного сотрудничества – Высоцкий зерновой терминал в Выборгском районе. Проект уникальный. Первая часть реализована вами. Мне докладывают, что до конца этого года планируется выйти на полную мощность. Буквально недавно прошли переговоры с компанией «Северное управление строительства», которая выступает генеральным подрядчиком по возведению энергоблоков 3-4 Ленинградской АЭС. Наши специалисты начали отработку поставки туда широкой номенклатуры стройматериалов, другой продукции. Знаю, что есть спрос на уникальных строителей, которые у нас подготовлены с помощью Российской Федерации. Мы также займемся проработкой этого вопроса. Словом, очень много не только новых, которые я перечислил, но и старых. Я не стану их возобновлять в вашей памяти. Вы прекрасно знаете наши возможности по поставкам машиностроительной продукции, машиностроения для сельского хозяйства. В области промышленности мы сможем поучаствовать в замене компетенций ушедших западных ваших партнеров. И с удовольствием будем работать с Ленинградом и Ленинградской областью. Это очень близкие нам люди, такие, как белорусы на 100%. Поэтому на нас вы можете, Александр Юрьевич, рассчитывать. Спасибо большое, В.Г. Абсолютно вы правы, что каждая наша встреча с вами – это новый толчок и новые планы для развития. Причем, что очень важно, мы только что обсуждали это с коллегами, а все, о чем вы говорите на этих встречах, мы реализуем последовательно, шаг за шагом. Да, может быть, мы не вышли, планировали все-таки достичь уровня 1 миллиард уже по итогам 2023 года. Чуть-чуть не хватило, почти 935 миллионов долларов США оборот. Но, Александр Юрьевич, за первые пять месяцев у нас прирост больше 23%. То есть понятно, что эта цифра будет преодолена. Мы реально видим, как прирастают темпы. И что абсолютно правильно, что мы все время расширяем линейку сотрудничества. Да, Ленинградская область и Республика Беларусь всегда были традиционно сильны в агропромышленном комплексе. Это и поставка сельхозтехники. Кстати, мы один из первых регионов, кто начал датировать из своего бюджета покупку белорусской техники. Мы трактора датируем на 35% от стоимости, комбайны датируем на 40% от стоимости белорусской. А если это связано с открытым грунтом овощей и с картофелем, мы датируем 50%. Абсолютно одинаковые условия, что для российских поставщиков, что для белорусских. Мне кажется, это абсолютно справедливо. И мы это видим по изменению структуры покупки техники. Вот если в прошлом году, по итогам года, в 100% закупок техники, а закупили мы достаточно много техники, наши предприятия, 21% был белорусской техники, то за 5 месяцев этого года 33%. То есть условия нормальные и стабильные.